добрый день дорогие друзья и сегодня мы продолжаем знакомить вас со сборником молодых литераторов ульяновской области образ слова этот сборник был издан за счет средств городского конкурса креативный город который проводил управление культурой города ульяновска в этот сборник вошли 20 молодых авторов и с некоторыми этих авторов мы познакомимся сегодня я бы хотела представить молодого поэта прозаика литературоведа анисию мадлину они если пожалуйста расскажи о своем творчестве о себе и что-то нам почитай здравствуйте меня зовут аниси матлина как уже ли мне представила я молодой поэт прозаик член союза писателей россии и член совета молодых литераторов я автор вот уже практически четырех книг стартовала я на литературном поприще если можно так сказать с поэтического сборника ветер в ножны именно за него вот я тогда получила премию первые рассад дальше я выпустила вторую книгу это тоже была поэзия это была арт-поэма кода потом мне захотелось попробовать себя уже в прозе так совпало что я во время учебы в университете когда на бакалавриате я училась я очень прониклась творчеству великого писателя нашего любимого василия макарти шукшина и у меня появилась задумка съездить на его родину в далекий прекрасный алтай и написать книгу посвященную ему и действительно мне это удалось сделать я побывала на его родине в день его рождения в селе сростки это было замечательное путешествие можно сказать моя книга это походный дневник заметки путешественника и естественно каждая страница каждый мой шаг пропитан любовью к василию макарти шукшину книгу я назвала чудики не умирает потому что шукшин ввел этот тип героя чудики чудики это все мы в какой-то степени вот такой вот опыт в прозе у меня тоже присутствовал и четвертая моя книга которая дай бог скоро выйдет в печать она называется поэзия одного города и вот как раз подборка вот этих новых стихов она вошла вот этот чудесный сборничек образ слова мы все очень долго ждали выход этого сборника и просто действительно вот посмотрите с какой любовью он сделан на самом деле это синтез искусств сборник включает в себя и поэзию и прозу и что особенно отрадно живопись молодых художников это синтез молодых искусств даже я бы сказала потому что сборник включил себя самые лучшие произведения молодых литераторов и самые лучшие молодые художники украсили произведения авторов когда я увидела первые иллюстрации к моим стихам я была просто в диком восторге я человек очень близкий ко всем видам искусств и очень люблю когда действительно слово получает свой образ и работы ребят меня просто поразили и восхитили до глубины души очень здорово что этот сборник вышел и наверное как раз я сейчас прочитаю некоторые свои стихотворения которые вошли вот в подборочку из этого сборника и что тоже примечательно как и книга подборка называется поэзия одного города и она посвящена юности это своеобразное прощание с этой прекрасной порой то есть вот эта вот молодость свежесть открытие мира подведение итогов на определенном жизненном этапе вот как раз очень хорошо вписалась во всю концепцию вот этого сборника стихотворение нимфа эхо это город молитв это город проклятий город встречи прощаний и вечных объятий я песчинка его вихренового века я в скитаниях ветров нимфа эхо этот город мудрец сотни истин втолковывал зноем в югою жог мой характер выковывал этот город судьбы черновик перелистывал ничего не забыл соловьями посвистывал да на свой добрый лад все ее перекраивал дал мне веры любви стер печали окраины и сейчас предо мной в ритме будин усердно он лежит и стучит как раскрытое сердце дело в том что вот мои последние стихи они пропитаны духом дороги я всю жизнь живу железнодорожном районе нашего города и мне очень близка эта тема тема вокзала тема стремление вперед рельс стук колес я настолько вжилась в это во все что у меня вот целая линия в творчестве новая такая вот получилось и важно отметить влияние одного из моих любимых поэтов николая николаевича благова так как я работаю уже давно в библиотеке номер 15 имени николая николаевича благова и каждый день взаимодействую с его поэзией и настолько вот уже он пророс во мне что я открыла для себя город который он и так же в своих стихах подавал и вот новые стихи они как раз об этом следующее стихотворение соответственно станция надежда весь город мой пронизан железными путями прибытие отбытие я жду вас с новостями я жду вас здесь как прежде на перекрестке судеб на станции надежда такая вечно будет и как я уже сказала мне очень близка тема города тема родных мест наша библиотека находится на улице героя россия верьянова и для меня это тоже знаковая улица я живу рядом на хрустальной и вот у меня родилось такое стихотворение можно сказать где я описала себя своих близких целое наше поколение называется кварталы слез вдали от гула ресторанного в пыли от грязи и колес проезд героя аверьянова бетонные кварталы слез здесь все застыло во мгновение в моем 2007 и в каждом ветра дуновение напоминает мне о нем бордюры серые разбитые граффити стены гаражи дороги мною незабытые слезами мы по ним бежим и сколько бы не менялись поколения навечно тут живут миллениумы мы в каждой трещине дрожим над нашей пропастью воржи и заключительное стихотворение называется поезд юности такое своеобразное прощание с этой прекрасной порой я хотела сказать до свидания но губы выкрикнули прощай расставание в расстояние отпускаю тебя улетай и машу рукою обветренной в солнцем выжженные небеса окрыленная волжскими ветрами ты застыла в моих глазах юность жизни второе дыхание быстрый поезд ход не догнать расстояние в расставание нелегко тебя отпускать ввысь уходит мой поезд юности на железных крыльях летит время свежести безрассудности в небесах ярким следом горит спасибо спасибо большое они все вот ты уже сказал что тебя вышло три книги готовится четвертая и сколько они просто не знаю ты первый раз именно в коллективном сборнике участвуешь да это вот спасибо за вопрос действительно это первый раз для меня участие в коллективном сборнике я с огромным удовольствием очень долго печаталась и печатаюсь в нашем любимом литературном журнале симбирск а вот опыта именно участия в коллективном сборнике у меня не было до сих пор поэтому для меня это тоже своеобразный новый этап какие эмоции ты с этим испытываешь весь спектр самых положительных эмоций от приятного ожидания предвкушения до восторга как раз когда вот это чудесное издание просто вот вышло которое можно вот так вот потрогать посмотреть с любовью сделана книга насколько я понимаю ты работаешь давно с иллюстраторами твоими знакомыми которые иллюстрируют тебе книги и будут и будущую книгу тоже иллюстрировать а вот что ты скажешь о той иллюстрации которую нарисовал абсолютно незнакомый с тобой юный художник да действительно как я уже сказал я очень люблю когда слово получает свой образ и все мои книги были проиллюстрированы моими знакомыми художниками уже взрослыми то есть примерно моего возраста моей подругой Леной Несоленой и замечательным художником Сергеем Филипповым этих ребят я знаю давно у нас плодотворная работа а когда я увидела рисунок как Алина сказала совершенно незнакомого при том молодого юного человека я была просто в диком восторге что действительно у нас вот такая творческая талантливая молодежь и конечно иллюстрация рисунок сделан профессионально вот библиотека Благова в которой ты работаешь одной из первых городских библиотек получила сборник слова образ слова это сборник скажи пожалуйста читатели интересуются уже этим сборником как вообще реагируют на него я даже скажу больше у нас есть читатели которые ждали выход этого сборника потому что к нам очень много приходит молодых людей которые интересуются культурой, литературой в частности и как только я принесла подарочный сборник в библиотеку мы сразу его сфотографировали, выставили что теперь наш фонд пополнился вот таким долгожданным изданием и уже проводим обзоры, чтения и планируем масштабную такую презентацию в нашей библиотеке ну и в заключение Аниси расскажи немного о своем будущем поэтическом сборнике и насколько я понимаю там будет не только книга что-то будет еще интересное да действительно у меня появилась такая необычная задумка сделать что-то типа поэтических открыток это ну по крайней мере для меня новая форма работы я просто переформатирую некоторые стихотворения из будущей книги в формат открыток мои художники уже нарисовали материал я отобрала фотографии и в принципе уже отдала в печать и как раз к выходу книги будут готовы вот эти вот подарочные наборы поэтические я думаю презентацию сделаем Аниси спасибо большое что пришла сегодня спасибо за твое творчество стихи надеемся что мы тебя еще увидим не раз и на странице журнала Симбирск в ближайшем номере выйдет глава насколько я понимаю из романа да да чутики не умирает от романа чутики не умирает посвященный Шукшину да спасибо 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 спасибо